в этом видео на joomla с использованием компонента конструктора страниц конструктор интернет-магазинов gridbox как человеку который только сделал себе магазин который еще физическое лицо как быстро настроить прием онлайн платежей на вашем интернет-магазине в этом видео на практике настроим онлайн оплату и прям видео я покажу реальную транзакцию реально как это работает меня зовут фёдор васильев и подробности в этом видео итак у меня есть сайт который я делаю интернет-магазин и давайте посмотрим какие у нас есть варианты возможности приема онлайн платежей через gridbox на joomla для этого в админке сайта я перехожу магазины способы оплаты и нажимаю вот на эту кнопку давайте посмотрим какие варианты здесь есть казалось бы вариантов большое количество но если я делаю сайт для россии какие варианты мне подойдут давайте сначала вот этот момент здесь обговорим для тех кто не знает здесь есть интеграция с платежными системами не подходящие так сказать для россии большинство из них и какие из них подходит это clown payments дальше paypal робокасса возможно stripe всеми известна юкаса бывшие яндекс деньги казалось бы варианты достаточно много выбирай но что делать если вы только начинаете не знаете пойдет ли у вас дела или нет вы не оформлены как самозанятый в ине ооо вне и п вы просто физическое лицо какие здесь есть варианты да если вы оформлены официально у вас вообще нет никаких проблем вы можете выбирать любые варианты то есть получается you касса робокасса clown payments paypal все они кроме paypal работают только с людьми которые оформлены и готовы платить налоги с вашего то есть интернет магазина до недавнего времени я ставил ставку на робокассу удобный способ приема платежей большой выбор для клиента способ онлайн оплаты но до недавнего времени только так как я общался с техподдержка робокасса и теперь физическим лицам здесь доступ тоже закрыт и остается только paypal из всех представленных интеграции поправьте меня в комментариях если ошибаюсь что все-таки какая-то здесь еще платежная система подойдет для россии который не требует никаких бумажек то есть физическое лицо может просто настроить интеграцию и принимать онлайн оплату как физическое лицо остается только paypal какие плюсы минусы то есть удобно быстро настроить прям вот прям просто никаких бумажек ничего не надо настраиваешь и пользуешься принимать готов принимать платежи онлайн недостаток в том что эта система мало популярна в россии насколько я понимаю по поводу какие там проценты они берут много мало но здесь уже надо просто сравнивать и смотреть выбор то небольшой у нас если мы физическое лицо и конкретно в этом видео давайте про paypal я прям покажу как настроить и как это реально работает как это все быстро и просто конечно у вас должен быть аккаунт в paypal зарегистрированный ну просто обычная регистрация paypal который вы будете подключать вы просто кликайте вот поэтому значку paypal он у вас вот здесь появляется по нему еще раз кликаю здесь любой заголовок который будет отображаться заполнение товара и оплаты клиентам да то есть клиент будет видеть что здесь написано нам лишь нужно только от самого paypal получить клиента иди это длинный длинный такой индификатор уникальный для каждого свой и вот как раз таки давайте посмотрим как его получить чтобы у нас все работало то есть я уже здесь все настроил у меня индификатор уже стоит я уже проверял у меня все работает вам нужно перейти на специальную страницу от paypal который называется paypal девелопер короче если вам лень искать ссылку на вот эту страницу я оставлю в статье на своем сайте fedor васильев точка ком если вы это видео смотрите с youtube и соответственно ссылку оставлю в описании под этим видео на свой сайт на данную статью про зайдете скопируете вставить в браузер если кто не знает эту страницу кому лень писать то есть смотрите paypal аккаунт у вас уже должен быть обязательно на этом уровне потому что вот здесь вот нажимая на эту голубую кнопку мне нужно так сказать авторизоваться через свой paypal вот на этом на этой странице paypal девелопер сейчас я это и делаю нажимаю на эту кнопку авторизуюсь под своим соответственно email и паролем paypal обязательно вот здесь вот чтобы я видел что я здесь вошел если вот это меню слева вы здесь не видите вы наводите мышь на свой аккаунт нажимаете вот на эту ссылку тогда вы увидите вот это вот меню на самом деле прям несколько шагов буквально надо сделать и у вас будет индификатор и уже все можно принципе принимать платежи физическим лицам с вашего сайта первое что мы делаем находим здесь sandbox аккаунт нажимаем сюда здесь я нажимаю create аккаунт возникает всплывающее окно и здесь несколько слов значит мы оставляем точку напротив персонал персональный аккаунт а вот контри выборов страну я предлагаю ничего не выбирать дело в том что на данный момент скорее всего какие то есть ошибки в самом paypal я проверял а если выбрать россию или другие страны если выбирать то не получается создать возникает к эта ошибка у самого paypal возможно в будущем они три шаг не знаю на что это влияет выбор страны насколько это важно если вам надо досконально в этом разобраться напишите службу поддержки paypal и возможно скажете об этой ошибке может быть они они еще не знают в любом случае на всех этапах здесь подключение paypal только вот здесь есть небольшая заминка во встальных следующих шагах никаких проблем не будет и платеж реально проходит я уже проверял то есть страну я не выбираю нажимаю create обязательно нам надо увидеть в зеленой такой подложке сообщение то есть в данном случае все успешно если она будет подсвечена красным это обычно вот как раз при выборе страны не получается какая-то возникает там ошибка следующее что я делаю я нажимаю вот на эту ссылку здесь я выбираю режим life это говорит о том что я уже реально смогу принимать платежи то есть это не уже будет не тестовый за да сам бокс это для тестирования а вот это уже реальные платежи выбираем life и нажимаем create а по сути все пишем название любое название может быть название вашего магазина и create of и по сути все у нас клиента иди вот этот целиком мы копируем больше по сути здесь делать ничего не надо у нас уже все готово и проставляете его вот в это поле и не забывайте нажать на галочку вот сюда вот сохранить и сейчас мы будем с вами тестировать работает ли это то есть я реально сейчас куплю товар с этого сайта и покажу вам все письма и все этапы единственное что если вы будете реально тестировать вы должны понимать вы не можете привязать сюда paypal и на этот же paypal с вашего же вот этого аккаунта paypal произвести платеж у вас произойдет ошибка чтобы протестировать вам нужен второй аккаунт paypal через который вы будете это делать то же самое вот у меня здесь устроено на один аккаунт paypal у меня здесь идет привязка из другого аккаунта paypal я совершаю платеж и так мы переходим к заключительной части уже проверка как все работает я перехожу на фронтальную часть сайта здесь у меня есть товар который стоит всего 2 рубля чтобы это можно было протестировать как это все работает товар у меня есть я добавляю его в корзину нажимаю оформить заказ заполняем все данные плательщикам все необходимые данные здесь я вижу что мне единственная оплата здесь только paypal нажимаю сделать заказ возникает окно где человек может выбрать либо платить только paypal либо дибетовая карта то есть у нас же карты виза мастер кап fund могут быть привязаны к пейпл может ли человек оплатить свои карты которые у него не привязаны к paypal я не могу сказать потому что это надо проверять у меня нет таких карт моя карта тоже привязана к в paypal это надо смотреть но был бы здорово если человек бы мог оплатить карты потому что картами платить Это очень удобно. Если вы физическое лицо, и здесь PayPal предоставили такую возможность, так это просто было бы шикарно. Опять же, надо проверять. То есть, если дебетовая карта, давайте посмотрим, что произойдет. То все выглядит более чем хорошо. Здесь во всплывающем окне мы видим сумму заказа. Развернув список, мы видим реально и того, и название товара. То есть, вот она реально выглядит, как обычная банковская карта. Прописал свои данные и оплатил. Опять же, как я уже сказал, не знаю, человек сможет ли оплатить непривязанный к карте PayPal. Я полагаю, что, наверное, может, иначе бы здесь, наверное, этого списка не было. Но я выбираю вот этот вариант PayPal, потому что у меня есть деньги на PayPal, и я хочу показать именно как с PayPal я смогу оплатить. Вот так вот выглядит окно. Тоже видим здесь товар. Я авторизован, видно, что здесь через PayPal. Самое интересное, что доставка по адресу, которую я вбил в самом магазине, здесь отображается. И отсюда прям я могу внести изменения. Дальше я могу выбрать оплату через PayPal. Либо я могу поставить точку с моей привязанной карты. То есть, вот здесь как раз-то, если привязанная карта к PayPal есть, она будет здесь показываться, как я понимаю. А тот первый вариант, который я показал, где только карта, скорее всего, все-таки просто карты человек сможет оплатить. Итак, я выбираю PayPal. Товар стоит 2 рубля. Нажимаю оплатить сейчас. Я должен вам показать, что на всех этапах не возникает никаких ошибок. Видим, вот здесь вот тоже грузилось колечко. И все. Автоматически меня перебрасывает на страницу благодарности. Спасибо вам за ваш заказ. И теперь я вам покажу письма, которые автоматически магазин рассылает. И также от PayPal пришло письмо, что списались средства с моего каута PayPal, потому что я оплатил, купил товар в магазине. Итак, сначала смотрим письмо с благодарностью. Это письмо приходит клиенту, что спасибо, ваш заказ был получен и находится в обработке. То есть, платеж прошел. Вот вы видите сам заказ. Все есть. Похожее письмо ушло владельцу магазина. Только немного с другим текстом, что на вашем магазине была совершена покупка. Вот такое примерно я получаю письмо от самого PayPal, что действительно списались средства, потому что я совершил покупку, это видно. Также PayPal отображает реально, что произошло. Описание, то есть название товара, цену товара, количество. То есть, все реально работает. И сам PayPal тоже показывает, то есть отражает все, по сути, моменты по покупке товаров. Также, конечно, в админке с сайтом все заказы будут отражаться, где вы тоже сможете производить различные манипуляции, что там заказ обработан и так далее. Ну, об этом у меня уже были уроки. Я надеюсь, получилось видео крайне полезное. На этом видео я заканчиваю. И увидимся с вами в следующих видео. Просто красиво можно очень сложные формы настроить, калькулятор, услуг и так далее. Для этого я подготовил вот здесь вот информация, курс по формам. И, конечно же, я хочу, чтобы вы сэкономили на приобретение данных веб-инструментов. Я предлагаю уникальный, бессрочный промокод с 50% скидкой на приобретение всех продуктов от компании Belbo. Субтитры сделал DimaTorzok